Я считаю, что этот вопрос по собакам бродячим, которые он поднимал, он действительно сейчас стоит у нас остро. Я маленько продолжу этот вопрос. Вот пример по одному Локтевскому району. В 2021 году на отлов и стерилизацию животных, собак, было выделено из бюджета Алтайского края 129 тысяч рублей, что позволило отловить, вывести приют Славгородского района и стерилизовать 17 животных. А через 45 дней этих собак доставили к нам в район и выпустили на волю. Вы думаете, собаки стали менее агрессивны? Правильно он сказал. К сожалению, нет. Они в приюте привыкли, чтобы их по часам кормили. Иду не нужно было их добывать. Они там сдружились, избили сейчас у нас две стаи. А затраты на содержание там собаки одной обошлись 7,5 тысяч рублей. А в 2022 году Локтевскому району выделили из бюджета 59 тысяч рублей. Мы считали, считали с главой, получилось, что мы можем стерилизовать 7-8 собак. Ну, 7,5 сказать, это стыдно. Сегодня в районе по скромным подсчетам 98 бродячих собак. Но я сюда приехал, глава говорит, нет уже 134. Хотя их наверняка больше. Если 100 собак, из них 60 будут самки, а так как они в год дважды, как мне сказали, приносят потомство, умножаем на 10, получится 600 ченков. А чтобы стерилизовать, умножим на 7,5 тысяч, получится, что нашему только району надо 4,5 бюджетных денег. На встречах руководителей районов, трех районов Зминогорского, Локтевского, Третьяковского, главы поселений тоже утверждают, что действительно проблема бродячих собак за последние годы обострилась. Такого раньше не было. Денег бюджетных недостаточно. Закон о привлечении к административной ответственности хозяевов, о чем говорил Исеров, бездействует фактически, бездействует. Потому что нет учета собак в поселениях. Бродячие собаки представляют реальную опасность людям и животным. Стал вопрос, что делать. Деньги многоплательщиков, я считаю, в размере 3, 4, 5 миллионов рублей в год на один район, это большая роскошь. Это преступно, я считаю. Кто принимал такие федеральные законы, минимум не знал, что деревни приходят в забвение. Народ из села бежит, бросает не только кошек и собак, бросает дома. Так как их некому продавать эти дома. Эта проблема необратима. Это беда нашей страны. В селах нет работы. Народ покидает деревни, деревни вымирают. Тайне необходимо отметить при обсуждении проблемы от лова бродячих собак, что меры, прописанные в федеральном законе, по этим финансированию на эти цели, являются недейственными и не могут защитить наших граждан от бед. Я считаю, что традение, произошедшее недавно в Забайкале, где одичавшие собаки загрызли семилетнюю девочку, ставит на чашу весов такие ценности, как жизнь человек и гуманное отношение к животному. Продолжение следует...